Я вам расскажу маленький рассказ. Все в руках евреев, говорит, находится. Но они говорят, да, у нас в руках. И вот маленький у них мой Моиша, это Моисей, пацаненок-то в школе слышит, как про евреев, говорит, плохо разговаривает везде. И он пришел домой и говорит, сегодня национально записывали, маме, говорит, своей, я записался русский. Мать говорит, хорошо. Ты обдумал, хорошо? Да. Так, ты утром что ел? Он говорит, курочку. С сегодняшнего дня будешь, как русский, одну картошку есть. Он думает, мама не поняла, пошел к папе. Папа, а сегодня у нас записывали национально, так я сказал, я уже русский. Отец говорит, ну нормально, ты как в школу-то? А школа далековато, там спецшкола, английский язык, как на машине. Ну с сегодняшнего дня будешь ездить на трамвае, стоять на остановке, как все русские. Раз ты русский, ты с русскими живи. Он думает, ты отец, не понял, пошел к деду. Пришел к деду Абраму. Вот так, деда, записывали меня, я записался русским. Он говорит, надо же. А мы все евреи были. Тебе сколько дают на день-то? Он говорит, стольник, стольник, это 100 рублей. А сегодняшний день будешь, говорит, рубль получать, рубль, как все русские. И вечером сели обедать, ужинать-то уже. Ну и все курочка, а ему картошки. Мама и спрашивает, ну и как тебе русский человек? Он говорит, надо же, один день прожил. Как я ненавижу этих евреев теперь. Они-то думали его приблизить. Он уже русский, что евреев все заглотнули, а у него ничего нет. Вот слова какие. Важна русскость, он не отверг, а остался русский. Это наоборот, наоборот. Вот такое дело. Но на самом-то деле. Кто там пришел к вам? Да Виктор Андреевич, я его не вижу. Виктор Андреевич, ты Володю там видел, нет? Он книги должен тебе дать. Он пришел мне палец ремонтировать, вот этот вот. Я считаюсь болящим. А что ж парить нужно, да? Не знаю, что он будет мне сейчас отговорить. Мир, Иван. Брат Сергеевич. Рад видеть тебя. Возьди табуреточку, садись. Сейчас, сейчас, садись. Поближе ко мне, поближе. Вот так, что тебе надо будет. Садись. Посмотри. Видишь себя, вон, ты где есть? Много, много слышал, но не видел. Вот теперь увидел, слава богу. На, он-то ролики просматривает, тебя видит, ты там ведешь заметки. Я тоже заочно, как говорится. В таком заочно, да. Ну, как сказать заочно? Тут не то, что заочно. Тут уже, понимаете, уже на себя примеряешь. Вот. То есть, я-то уже как бы участвую там с вами во всех делах, все переживаю. И... Ты всегда с нами, это точно. Все записывают батюшки о здравии Сергея каждый день. Мы всегда молимся, каждый раз. И днем, и утром, и вечером всегда вас помним. Спасибо, Господи. Слава Христу. А когда молиться времени нету, мы говорим, Господи, помяни болящего Сергея и всех, которые болеют. Сергей один, а все остальные уже некогда поминать. Он говорит, вот принес Володя. Давай сюда книги-то, в руки мне. Я должен передать, не просто так, в сумке. Она говорит, я приду, тогда рассчитаюсь. О, вот она понесет. Вот она где. Но, кто не видел, пускай посмотрит. Вот она как. А что цифры-то кверх ногами? Я не пойму, что она кверх ногами-то? Нет, все, все с нормальным все. Ладно? Вот. А вот она как выглядит сбоку. Вот видишь, закладки какие, российского флага, картиночки и прочее. А вот как первая сторона выглядит. Чудесные книги. Вот она. Они у меня стоят, а так мне охота их потрогать. А нечем потрогать. Полистать, да? Ну, конечно. Понюхай, скажи-ка. Детские игрушки такие красивые. Все. Людмиле Степановне отдашь? Она потом... Да, ну, а в этом... В каком? В электронном виде. В электронном виде-то вы читаете? Нельзя, я же лежу постоянно. Вот, я начинаю читать, у меня потом глаза болят сильно, и я не читаю ничего. А, понятно. Видишь? А он в этом... в аудио-то есть в формате? В аудио, вот как раз когда... ну, так вот можно слушать, мы насчитываем. Ну, есть он. Матфея и Откровения, все. А вся та Библия у меня, целиком Библия насчитана, вся. Тем более, сейчас она выставлена... Нет, тут же толкование филакта с вашими комментариями. Вот толкование, вот отсюда, с комментариями, только две книги. А, две книги. И, притом, я их еще шире раскрываю с объяснениями. Матфея и Откровения. Слава Богу, сейчас технологии, как говорится, дошли, что я так и просвещаюсь вот с помощью вот этих всех. Есть же сейчас сайт Библии онлайн, там вот там Инатих тоже Ветхий Завет начитывает. Ну, по крайней мере, то, что, как сейчас говорят, сейчас и школы разделяют на людей, которые больше воспринимают учение через уши, а есть через глаза. То есть, преподают сейчас детям, которые запоминают, допустим, лучше через слышание, а есть, которые запоминают лучше через чтение. Вот, я, допустим, отношусь к людям, которые больше через слушание. Я вот уроки, как в школе, мне учительница прочитает, вот, а я уже на следующий день прихожу и пересказываю, что она прочитает. Вот, как бы, через слышание. Ну, а вера-то от слышания. От слышания-то от слова Божия. Вера-то от слышания. Вот у меня в школе, бывало, я иногда оглохну, я не знаю, какой урок задали. Это урока на два раньше учу, я все самостоятельно учил. Вот так мне в жизни сгодилось. Ну, вот так. Сейчас только говорю с Тарасием, с Одесса-то. А в это время, гляжу, зазвонил Сергею. Я говорю, Тараси, все. Он говорит, убегаю. У него там тоже вопросы такие. И маленько не успел подготовиться, но что-то ему охота поговорить было. Тараси на прошлой неделе говорит, вот, все, никак не могу поймать, у меня дело срочное. Я думаю, что там за дело. А он там уже сделал наброски. Где там крест с ангелом. Вот иконописник. Икону сейчас Игнатиховича нарисовать. Иконы скоро писать начнем. Ну, что вы. Так я вернулся, когда из заключения. А мне принесли Акафис. Акафис, написанный о моем пребывании в тюрьме. Я так ахнул. И все это по церковно-славянскому. И все там радуется. И все. И вот, что я как в тюрьме. И как там люди. И как обращаются. И все это в такой форме. А брат Сергей знает, что у вас две бороды? Ну, не знает. Не знаю. Знаешь, или нет. Я знаю, где прячет одно. Он на полке лежит у меня. Это написал. Он председатель, или как называется, журналистов. Сергей Тепряков. И я не знаю, откуда у него это было. И он написал, как меня брили там в лагерь. И я оттуда принес. И теперь, говорит, у меня на всякий случай две бороды. Она у меня в платочек завернутый лежит. Еще у меня бритая, щеченца поставили. Он парикмахер был. А он говорит, а меня Аллах не накажет. Я говорю, только ты-то при чем? А я сидел, плакал. У меня слезы вот так текут. Пришел капитан. Начальник режима оперативный. Там у меня бороду-то целое столько было. И стоял рядом. Расстелили, просто не принесли, чтобы волосинка не потерялась. Я вот до вас не придавал значения этому. А сейчас мне уже, понимаете, мне как мужику, допустим, стыдно уже. Ну, не говорю, что он даже вообще не с вами. А я не могу. Я вот 10 дней, нет, 7 дней до этого вот не брился. Все, думаю, начну, хоть усы, хоть отпущу. Все, у меня такой зуд. У меня коркой покрывается кожа. И трескаться начинает. Ну, боленька. Не будет этой корки, ничего этого не будет. Поймите, вы не первый парализованный. И те, которые знают бороду, и вот так с бородой, они так с бородой и лежат. И нисколько не касается. Что интересно, у арабов, вот этот мусульман, если раненый в бороду, он предпочитает, говорит, лишиться жизни, нежели позволить убрать бороду. Вот это место, где у меня ранено, здесь и делайте. Показывают. Это у нас, кажется, газета. Я, Диктор Андреевич, сейчас попробую объяснить. Может, он, скорее всего, поймет. Вот у меня мочевом зараза сидит какая-то, ну, какая-то, я не знаю, не могут ее вывести уже 12 лет. В общем, коркой покрывается, сантиметровой коркой, мочевой пузырь изнутри покрывается. Покрывается, вот, и она лопается, эта корка, и постоянно кровоточит. У меня сильные боли в мочевом. Вот это вот заражение идет по всему организму у меня. То есть, внутри это налетом покрывается, все органы покрываются вот этим налетом. То есть, я не знаю, что это, потом ноги вот все таким, как панцирем покрываются, и вся кожа у меня на теле покрывается. То есть, вот только счистишь ее, она опять раз, день, два, три опять покрывается, и все это лопается, и все это зудит сильно. Сережа, вы антибиотики принимаете? Я на одних антибиотиках только сижу. Понятно. А на грибке анализ делали? Микотическое поражение бывает, когда вот очень длительное время пациент находится на антибактериальной терапии, то присоединяется грибковая инфекция. Вот это? Это противогрибковые препараты, типа дифлюкана, другие препараты противогрибковые. Мне для этого нужно анализ сдать сначала, да? А, конечно, нужно сделать именно на грибки, чтобы выявить, может быть, там действительно на этом фоне антибактериальной терапии уже приземлилась грибковая патология. Вам никогда этого не говорили, что у вас есть грибок? Это я уж сам до этого дошел, а так никто мне ничего не говорил об этом никогда. Да, вот нужно попробовать, так сказать, сдать анализ мочи, и хотя бы на бактериологическое исследование нацелено на грибы. И вот я даже лежу, к примеру, вот только почистят кожу все, и я лежу, я чувствую, как из меня испоры, и вот это вылазит, и осыпается даже, и вот это все как бы, ну как плесень какая-то идет по всему телу. Ну вот, как хорошо употребили этот термин плесень, как раз это, плесень-то это тоже грибковая, это грибы. И мне вот три года назад у меня сделали, вывели из мочевого шланга, который, ну катетер вот этот. Катетер фолея, да. И они мне когда сделали неправильно, молодой доктор, а я сразу прошу, Господь так прям меня, это, я главный, я говорю, ну, главному доктору больницы этого отделения, я говорю, сделайте, пожалуйста, мне операцию. Он говорит, да что вы не переживайте, у нас специалисты молодые, хорошие, ну, пожалуйста, сделайте вы. И на самом деле он мне сделал так, что неправильно вставил его, и моча эта шла у меня через живот, начала выходить, а потом в конце концов она пошла вовнутрь организма, и у меня там вся пола и залила мочой, в общем, все внутренности. И мне три года назад, и мне они, в общем, разрезали весь живот, все внутренности, все, кишки, все, печень, все вытаскивали на стол прямо, и шланги все промывали. И потом назад все засовывали, и вот, говорит, покрыто все, все органы покрыты вот этой плесенью. Вот, и они, говорит, как ты выжил, непонятно вообще. Ну, только Господь, конечно, вас вытащил, это так называемое воспаление брюшины, перитонит, перитонит мочевой, это очень тяжелое, это только удивительно, что действительно вы вылезли из этого состояния. Ну, вот, надо будет анализ мочи сдать на грибы, конкретно на грибы посмотреть. Если там грибы, значит, тоже определенная чувствительность к антибиотикам, их можно определить. Ну, а если, а как мне, вот, другого рода уже фармакологические препараты. Понимаете, как, у меня вот, я сижу на этих антибиотиках, у меня постоянно кровотечение, то есть лопается в мочевом, вот эта вот корка, она лопается, и постоянно идет, идет заражение вот этого организма, и во всем. Да, понятно. Постоянно кровотечение, и я вот на этих антибиотиках, мне уже никакие антибиотики не помогают, уже все, что есть в мире, уже все перепробовали. Организм уже когда... Миронем, Миронем, Миронем был уже, да? Да я не помню, это надо у матушки спрашивать, она мне там ходит, все, подряд. Мне предлагают, она говорит, переходите на такую медицину, ну, как она называется, ну, модная сейчас, как она? Гомеопатия, что ли? Я говорю, что мне гомеопатия, если уже антибиотики не помогают, организм уже все это убит, это и антибиотиками. Поэтому, гриб... А теперь температура у вас все время повышена? Ну, повышается периодически, мне то в жар, то в холод, там, с 40, до 40 температура поднимается все. Это постоянно так, да? Ну, не каждый день, как бы, живу с этим, неделю нормально, две недели, вот, и лежу, отхожу. Ну, вот, как-то, а вот у всех спрашиваем, как избавиться, есть ли какие-то уколы, вот, допустим, избавиться от этого грибка, одноразово как-нибудь сделал какие-нибудь реинъекции, убить его нельзя, ничем его угробить? Нет, ну, нужно, во-первых, выяснить, грибок ли это, это одна задача. Задача, вторая уже, так сказать, определить чувствительность этого же грибка тоже к препаратам, которые действуют против грибка. Ну, дефлюкант, там, другие препараты, которые конкретно при этом поражении, грибковом поражении применяются. Потому что я... Жалко, что мы далеко от вас, а так бы мы, конечно, сделали бы эти анализы и попробовали разобраться в этой ситуации. Ну, видите, у нас как, у нас город большой, а в больших городах уже друг до друга дело некому, вот, и, опять же, и у всех спрашиваю, понимаете, вроде нормально, адекватные люди, и профессора, и доктора такие, и никто мне толком не даст никакого ответа, руками вот так разводятся, ну, кто знает, что... У вас сейчас трубки-то уже убрали из полости гвата? Нет, они меня поставили, а мне нельзя, они, понимаете, у меня вот эти вот камни отваливаются в мочевом, и они поначалу выходили с ноготь большого пальца, то есть такие в диаметре до двух сантиметров, и выходили самостоятельно, то есть Господь так... А мне приезжают скорые, они смотрят на эти камни и говорят, как это они у вас выходят, а это нереально, говорят. Вот, мы, говорят, забираем по скорой таких людей. Вот, и поначалу они мне выходили, эти камни сами, а потом я уже... А у меня тоже это Господь побудил, прям, я проснулся в одну ночь, и мне такой прям голос, «Высывай скорую, трубку вставляй», а у меня уже всё там, ну, я уже чувствую, помираю. И вызывают скорую вместе с этим, с рентгенологом, и они делают рентген вот этого, ну, мочевого пузыря прямо на месте дома, и говорят, срочно собирайтесь, у вас, говорит, ну, произошёл какой-то обвал вот с этих со стенок камней, у вас, говорит, половина мочевого вот эти вот камнями забит, ну, то есть я не знаю, что там произошло, какое-то отторжение, может быть, вот, и они вставили трубку, и вытаскивают теперь, как её вытаскивают, потому что там же через неё выходят вот эти осколки постоянно. Ну, для меня это легче, чем, нежели они через живой канал. Да, естественный путь, да, да. Поэтому без неё никак. Да. Ну, вот, да. Да помоги Господь вам, конечно, тут такая ситуация, это я, даже, к себе это, вот, применять это, это, так воображать это сложно, это вот, трудно просто, а как это в реальную перенести? Только с помощью Божьей можно это перенести. Господь милует ещё, даёт вам терпение. А у меня что-то, они периодически, вот эти, происходят такие моменты, они, они врачи сами говорят, а, да как, у меня вот был, допустим, обширный такой воспаление лёгких, такой вот, у меня по три литра в день выкачивали из лёгких жидкость, то есть у меня была сломана шея, к примеру, там, семь шейных позвонков сломаны, вот, с первого по седьмой, вот, и при этом было воспаление лёгких, обширное такое, то есть там одно лёгкое левое перестало вообще работать, на одно правое лёгкое, и вот на этом выживаю, только Господь, такие, потому что вещи происходят. Да, только Господь, конечно, при таких ситуациях помогает, это удивительно, тут, это сплошные чудеса, вот люди ищут чудес, а вот оно чудо, вы являетесь собой чудо, чудо Божие. Так у вас лёгкое сейчас левое это расправилось? Расправилось настолько, что ко мне приходят, берут, ну, кровь берут, анализы берут, и говорят, что у меня сейчас кровь, там, сердце, всё как у младенца работает. То есть, понимаете, при всём этом стопроцентное восстановление происходит. Удивительно, это чудеса Божие, это как в житиях святых просто, такие чудеса, это подобное нечто. А мне медсестра два года назад пришла, у меня по ногам пошли, ну, вот при смерти такие бывают, в общем, пятна на ногах начинают, вот, как бы, ну, ну, всякие вот такие пятна пошли. А она просто, матушка ей показывает ноги, показала ноги мои, ну, они как бы, кровь там такая, знаете, вот, всё по ногам, вот, отекли ноги, опухли такие стали, слоновые, слоновые, и вот эти вот пятна пошли. Она раскрыла ее, она потом в коридор выходит, и медсестра говорит, ну, вы готовьтесь, наверное, сейчас уже осталось, там, день-два, может быть. Она говорит, да хватит вам, мы, говорит, что только не переживали. Вот, проходит несколько дней, всё это распадает, в общем, они берут анализы, говорит, стопроцентное здоровье. Удивительно, удивительно, это... Должен слушать страшно. Да. А я не могу, у меня всё внутри сжимается. Это всё нужно записывать, это нужно просто повествовать людям, чтобы они обретали веру хотя бы вот через это, хотя через это вера не приходит, к сожалению, людям. Через это благодарность можешь вызвать, что у меня это всё есть. Нет, это он, да, он может благодарность, это у него благодарность, а я имею в виду для других людей. Если у него есть, а у нас нет, ты себе будешь благодарны. Да, для других людей. То есть тут какое свидетельство? Тут вот я буквально, я уже всё, прощаю жизнь, я чувствую, я знаю уже смерть, как она выглядит, всё, как она, когда подходит. И в то же время я знаю, что за ней придёт исцеление полное. То есть вот ко мне приходит смерть, и всё, я говорю, да ладно, хотя я хочу встречи с Господом, я об этом, можно сказать, хоть Игнат Тихоевич не любит этого слова, мечтаю. Вот я мечтаю об этой встрече, понимаете, но я понимаю в то же время, что это не моё время, и всё, я знаю, что за смертью придёт полное исцеление. Вот как-то Господь испытывает вот так Господь, что натрепет меня проверяет, или как. Да помоги Господи. У меня мама, было ей 87 лет, она, батюшка, когда приходил к ней исповедовать её, она говорит, батюшка, я уже устала, мне уже пора бы к Богу идти. А он говорит ей такие слова. А Бог берёт, говорит, не престарелых, а поспелых. Вот поспеешь, и Господь возьмёт. Ну, пришло время. Как отойдёшь из жизни-то, твоя душа выйдет из тела, и ты ко мне туда придёшь. Я в первую очередь прям к вам туда. Да. И ты увидишь всё здесь тогда уже на его, да и так ты всё видишь, а мы будем молиться. Больше нет ничего. Ну что, отпускай нас, брат Сергей. Серёжа, мы тебя помним всегда, молимся о тебе. Спасибо, Господь, я тоже помню, не только помню, я обижу вас каждый день. Спасибо, Господи, спасибо, Господи. Всё поможет вам Господь. Ну ладно, посмотри там на благовестие, пятый, шестой номер я выставил. Замки снимай, когда надо, я не снимаю. Только роженицу выставил одну, потому что там маленькие минуты. Так, всё, благослови тебя, Господь. С Богом, дорогой. Это вообще вообразить нельзя. Но вот это вот внушает надежду на Бога и мужество. У меня всё есть, я не ценю. Каково это мне? Благословен Господь. Ну что, давай мной займёмся.